ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорочную технику в Караганде будут отслеживать с помощью GPS. Исполняющий обязанности Акима Карагандинской области Ассалбек Дюсибаев ознакомился с работой КГП благоустройства. 45 лучших работников энергетических компаний, ветеранов отрасли наградили в областном Акимате. На днях отмечался профессиональный праздник – День энергетика. Инновационный детский сад. В Караганде впервые в республике открылась дошкольная академия. Всего в уходящем году открылось 9 частных детских садов. В Караганде снегоуборочную технику будут отслеживать с помощью GPS. Такое нововведение позволит вести контроль за работой и расходом горюче-смазочных материалов. В конце месяца по данным GPS составляется отчет, согласно которому будет начисляться заработная плата. Также сотрудники КГП благоустройства показали в действии новую снегоуборочную технику. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. Алтенбек Турсынов на протяжении двух лет является дорожным рабочим КГП благоустройства. Вспоминая прошлую зиму, молодой человек говорит, насколько было тяжело зимой в 2015 году. Не хватало техники, было холодно. Во время работы часто выслушивали недовольство – как водителей, так и пешеходов. Но в этом году многое изменилось. Раньше техника была у нас, ну как сказать, не новая. Часто ломалась. А сейчас вот уже новая техника. И форму уже другую дали. Работать стало легче. Ну, понимаем тоже погода. Не справлялись, техника была старая. С новой техникой, вот сами видите, у нас новые КАМАЗы, новые погрузчики. Это спасибо нашему руководству, главное, областному АКИМАТу. Я просто летом еще работал на стройке на базе. Я тогда вот приезжал зам АКИМа, кажется. И вот он обещал, будет новая техника, что будет новая форма. Ну, как говорится, обещанная. Сбылось, да, исполнилось. АКИМ города Караганды, Нурлана Убакиров и первый заместитель АКИМа области Ослубик Дусибаев дали старт новому рабочему дню с новой техникой. В этом году в рамках программы развития регионов до 2020 года КГП благоустройство получило 60 единиц новой техники. Работа всех машин будет отслеживаться с помощью GPS. Генеральный директор КГП благоустройства отметил, что теперь уборка города станет еще лучше. Обещали новую технику. Вся новая техника пришла. Я, в первую очередь, хочу сказать областному АКИМату города Караганды, что свои слова держали. Асадык Жасимбавичу было поручение, что до конца года все будет выполнено, вся техника у вас будет, лишь бы работу. И думаем, мы слово будем свое держать, будем стараться город чисто, чистить, убирать круглосуточно весь город, в том числе Октябрьский район, Казбик-Пийский, Юго-Восток. Всего по Караганди и прилегающим районам 5 снежных полигонов. На Саранском шоссе, Юго-Востоке, Майкудуке, Пришахтинске и в сортировке. Снег не просто сваливают, а складируют спецтехникой. Сотрудники КГП благоустройства отметили, что благодаря новой специализированной технике в городе будет намного чище. Лариса Хусынова, Жасулай Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 45 лучших работников энергетических компаний, ветеранов отрасли, наградили в областном Акимате. В третье воскресенье декабря традиционно отмечался профессиональный праздник – День энергетика. Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу – вот что отличает сегодняшних энергетиков. Все это позволяет решать поставленные задачи. Лучшие из лучших в своей отрасли собрались в актовом зале областного Акимата, чтобы принять слова благодарности и признания в свой профессиональный праздник. Среди них и ветеран труда Олег Бувин. Энергетике он отдал без малого 50 лет. По его мнению, энергетика – это одна из важнейших отраслей промышленности. Без электричества в сегодняшний день считается, что нет ни одной отрасли промышленности и сельского хозяйства без энергетики не обходится. Поэтому молодежи, я очень советую поступать в энергетические вузы, колледжи, заканчивать все учебные заведения, которые преподносят знания энергетики. И это их будущее. Поздравляя собравшихся, заместитель Акима Карагандинской области Андрей Люпунов отметил, что энергетика сегодня переживает настоящую модернизацию. В Казахстане вовсю реализуется государственная программа энергосбережения. Разрабатываются новые технологии. В отрасли внедряются разберегающие технологии. Используются альтернативные источники энергии. Наряду с этим происходит модернизация предприятий, направленных на повышение надежности и безопасности энергетических объектов. Это значит, что отрасли как никогда нужны высококлассные технически грамотные специалисты, которые, несмотря на сложности, обеспечивают любоскабильное и безопасное энергоснабжение населения и производства. На торжественном собрании отметили, что в уходящем году карагандинские энергетики добились значительных результатов в своей работе. Но впереди предстоит покорять новые вершины. Это и внедрение технологии использования возобновляемых источников энергии и в целом переход на так называемую «зеленую энергетику». Кстати сказать, именно этой теме и посвящена Всемирная выставка Экспо-2017, которая уже через полгода пройдет в Астане. Андрей Тенулжас-Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В будущем году планируется приобрести 539 единиц сельскохозяйственной техники. Также запланировано строительство откормочной площадки на 3000 голов скота в Абайском районе и пяти молочно-товарных ферм в Бухаржураусском, Нуринском и Осакаровском районах. Об этом и многом другом в ходе аппаратного совещания в областной администрации сообщил руководитель управления сельского хозяйства. Планы на предстоящий год и итоги 11 месяцев нынешнего озвучил на совещании в областном Акимате исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Саганжан Апакашев. Согласно его данным, за отчетный период сумма от реализации валового продукта составила более 207 миллиардов тенге. Произведено более 106 тысяч тонн мяса всех видов, 390 тысяч тонн молока, около 575 миллионов штук яиц. Однако в некоторых районах наблюдается снижение производства. Сниженное производство мяса в Тагайском районе, в Харжавском и в Яцахарском районах. Сниженное производство есть в Харжавском и в Нуринском районах. Поголовный крупный рогатый скота за один месяц по сравнению с аналогичной датой 2015 года увеличился на 1% и составил 464,9 тысячи локов. Лошадей 5,4%, поголовный овец и гос снизился на 61%. До конца года сумма произведенной валовой продукции растениеводства составит более 13 миллиардов тенге. Рост продукции будет обеспечен за счет увеличения производства овощей с закрытого грунта и уточнения объемов производства зерна, картофеля и овощей. Сейчас аграрии уже подготовили более 86 тысяч тонн семян зерновых и 25 тысяч тонн картофеля. Однако такие показатели не впечатлили исполняющего обязанности Акима области Аслубека Дюсибаева. Кроме того, до конца года будет произведено более 20 тысяч тонн мяса, около 30 тысяч тонн молока и 27 тысяч штук яиц. В 2017 году планируется довести объем валовой продукции сельского хозяйства до 230 миллиардов тенге, что на 9 миллиардов больше, чем в текущем году. Айя Мамрина, Улжац, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Балхаше вынесли приговор женщине, которая пыталась продать собственную двухлетнюю дочь за 30 тысяч тенге. В суде выяснилось, что обвиняемая страдает психическим расстройством и имеет умственную отсталость с детства. 22-летнюю женщину приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике. История двухлетней Гулем, которую пыталась продать собственная мать, потрясла карагандинцев и жителей страны. Мать оценила дочку в 30 тысяч тенге и самостоятельно расклеила объявление о продаже. 22-летнюю женщину взяли с поличным при получении денег. Полиция завела уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетними». Малышку поместили в детский дом «Шапогат». Позже родные Гулем заявили, что хотят забрать ребенка оттуда. Однако родственники так и не перешли от слов к действию. На днях уголовное дело поступило в суд Балхаша. Во время заседания выяснилось, что обвиняемая с детства страдает психически. Это подтвердили и судебно-медицинские эксперты. Суд приговорил нерадивую мамашу к принудительному амбулаторному лечению в психиатрической клинике. Айя Мамурина Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Карагандинский областной филиал партии Норутан провел заседание Общественного совета МИРАС по развитию культуры и искусства. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры, искусства, представители неправительственных организаций. За вклад в развитие культуры были вручены благодарственные письма. В ходе заседания Общественного совета МИРАС было отмечено, что благодаря работе совета в течение года успешно вносились корректировки в организацию мероприятий, проводимых государственными органами и НПО. В области усиливалась идеологическая работа среди населения. В завершении мероприятия от имени партии Норутан были вручены благодарственные письма деятелям культуры, представителям этнокультурных объединений и средств массовой информации. За вклад в развитие культуры, искусства и активное участие в работе Регионального общественного совета МИРАС. Общественный совет является консультационным органом, деятельность которого направлена на создание эффективного взаимодействия между государственными органами и гражданским обществом по актуальным вопросам культуры. Во время заседания были обсуждены итоги совета в 2016 году. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дошкольная академия НКРМ открылась в Караганде. Учредители дошкольного учреждения нового типа заявляют, что здесь дети пройдут полноценную подготовку к школе, начиная с самого раннего возраста. В церемонии открытия инновационного детского сада принял участие Аким Караганды Нурлан Абакиров. Частный детский сад НКРМ предназначен на 150 мест. Практически все они в следующем году будут распределены в рамках государственного заказа. Аким города Нурлан Абакиров, выступая на церемонии открытия, заявил, что именно в этом районе, между центральным районом города и юго-востоком, как нигде ощущается нехватка детских садов. И государственно-частное партнерство – это самый оптимальный вариант решения проблемы. Я думаю, что это государственно-частное партнерство, та система, которая заработала, больше тысячи мест мы открыли в этом году. Планируется в следующий год не менее. Это тоже позволит нам к 2020 году в рамках программы «Балапан-2020» обеспечить всех детей с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием. И уже ставить перед собой другие задачи именно для того, чтобы с года до 3, то есть очень многие дети хотят ясельные группы. Но в современные многофункциональные и образовательные центры они нам крайне необходимы. Я хотел бы вас поблагодарить, что вы смогли вот такое здание в столь короткий срок, за 2-3 месяца восстановить, набрать штат высокопрофессиональных работников. Я думаю, что завтра, в следующем году это будет только большой плюс. Глава города также отметил, что детский сад отвечает высоким требованиям к современной дошкольной организации. Имеются музыкальный класс, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский блок, спальные комнаты и учебные помещения раздельные. Особенности образовательного процесса – кабинетная система. Эта методика разработана педагогами дошкольной академии. Дошкольная академия работает в кабинетной системе. Каждый день дети ведут занятия на казахском, на русском и на английском языке. Кабинетная система – это изо-студия, это хореографическое мастерство, это группа познайка, группа математики, кабинет казахского языка, кабинет английского языка. Дети приходят к специалистам в кабинеты и обучаются. После обучения у детей ждут игровые комнаты, в которых они отдыхают и играют. Учредитель академии – предприниматель Фархад Маденов. Чтобы восстановить здание 47-го года постройки, оснастить его всем необходимым было потрачено 20 миллионов тенге. Однако бизнесмен ни о чем не жалеет. Он считает, что вложение в образование детей – самое выгодное вложение. Потому что мы многие предприниматели Казахстана тоже видим социально значимые проблемы для Казахстана. У нас тоже будут скоро дети. У меня будут дети, у вас будут дети. И мы, молодые предприниматели, должны помогать стране, вкладывать, решать какие-то социально значимые проблемы. Я так думаю, мы тоже какую-то помощь как граждане, как патриоты должны оказывать стране. Поэтому мы решили своей будущей невестой создать здесь очаг, храм не только образовательного процесса, но и культуры, и всего. Поэтому мы будем вкладывать, мы будем расширяться. НКРМ в переводе арабского переводится «желанное». Мы хотим, чтобы этот наш сад был желанным. В планах бизнесмена открыть сеть таких детских садов по всей стране. Дошкольная академия НКРМ стала девятым частным детским садом, открытым в 2016 году. В совокупности за последние 12 месяцев создано 1265 новых мест. Мама, лёг, у нас есть, деда Малёша, последняя. Я, что дедушка Малёша, тебя уносил. Андрей Тенжик, Слак-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугустер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин